Я приветствую все зрители и подписчиков канала все о стиральных машинах и бытовой технике. Мы сейчас с вами рассмотрим пятерку пылесосов до 7000 рублей. Ну до 7000 рублей, сами понимаете, да, это бюджетные модели будут. И соответственно с большими характеристиками, с какими-то и запросами, которыми вы хотите, допустим, столкнуться, то в данной ситуации как бы здесь, конечно, этого не будет. Это будут простые пылесосы для уборки, где-то будет контейнер, где-то будет мешок. Ну давайте перейдем и рассмотрим. Первый пылесос у нас HOLD, стоимость его 4742 рубля. Он идет только для сухой уборки с 4-х лютровым мешком. Пылесборник здесь не контейнерный, поэтому здесь мешки нужно будет приобретать. Ну здесь мешок идет с защелкой, соответственно, как бы его в принципе хватает для того, чтобы несколько раз его там вычистить и еще раз им воспользоваться. И потом нужно будет приобрести, конечно же, другой. Из доп.функций есть автоматическое сматывание шнура и 5 ступеней фильтрации. На самом пылесосе есть кнопка включения-выключения, сматывание шнура и регулировка мощности. Обычный пылесос, есть ручка для переноски. И обычная здесь трубка для пылесоса, то есть не тероскопическая, а стандартная. То есть обычный традиционный пылесос с стандартными задачами. Потребляемая мощность 2000 Вт и мощность всасывания 300 Вт. Из особенностей конструкции есть ножной переключатель включения-выключения и регулятор мощности на корпусе. Следующий пылесос, который мы рассмотрим, это пылесос Starwind. Вот такой серии. Стоимость его 6106 рублей. Сейчас, кстати, со скидкой идет. Он идет только для сухой уборки. Здесь уже идет контейнерный пылесборник на 2,5 литра. 350 Вт мощность всасывания. И телескопическая ручка. Здесь можно настроить ее под любой рост. А также на колесиках, то есть спокойно можно будет перекатить. Стандартная здесь чашка контейнерная. Легко снимается и, соответственно, после отщелкивания легко промывается. То есть без каких-то изгибов, как обычный стаканчик, легко промывать и пользоваться. Из насадок в комплекте есть универсальная насадка для пола и ковра, щелевая насадка, щетка и щетка для мягкой мебели. Следующий пылесос у нас пылесос Backview. Вот такой серии. Стоимость его 6400 рублей. А данный пылесос идет только для сухой уборки. У него идет контейнер на 4 литра. И, соответственно, мощность всасывания 450 Вт. Кстати, побольше даже, чем у предыдущих моделей. Автоматическое сматывание шнура есть. И телескопическая ручка. Телескопическая ручка позволяет настроить высоту пылесоса для уборки под любой рост. Также есть насадка пол-ковер, щелевая насадка, два в одном с насадкой для мягкой мебели. Пылесос на колесиках. Соответственно, стандартный контейнер. То есть, в виде чаши, простой, отщелкивается. Здесь есть крепеж. То есть, снизу нужно будет не испачкать в пыли. Не нужно будет руками выгребать или вытрушивать. Снимается нижняя часть стакана. Отщелкивается. И, соответственно, выбрасывается таким образом мусор. Обычный, традиционный пылесос на колесиках. И здесь есть дополнительное колесико для маневрирования. Кнопка включения и выключения. Все находится на самом пылесосе. И кнопка автоматического сматывания шнура тоже находится на самом пылесосе. Следующий пылесос у нас пылесос фирмы Kelly. Стоимостью 6750 рублей. Обычный, тоже стандартный, традиционный пылесос. С двухлитровым мешком, пылесборником. Единственное, что, да, опять-таки, здесь мешок. Ну, ничего страшного, как бы, в принципе, он идет с защелкой. Соответственно, можно мешок вытрусить и еще несколько раз им воспользоваться для того, чтобы произвести уборку. Есть автоматическое сматывание шнура, 5 ступеней фильтрации и телескопическая ручка. Модель работает от сети и обладает мощностью 400 ватт. Уровень шума у него 72 децибела. То есть, кстати, это не громко. То есть, для пылесоса, тем более по такой бюджетной стоимости, это не громко. Пылесос дополняется функцией автоматического сматывания кабеля, ножным переключателем и индикацией заполнения мешка. Имеет возможность вертикальной парковки. То есть, есть показатель заполняемости мешка, индикатор. И есть автоматическое отключение при перегреве. То есть, сам себя обезопасил таким образом от перегрева и ничего с ним не произойдет. И последний пылесос нашей пятерки, это пылесос Starwind. Вот такой серии, стоимость его 6 990 рублей. Тоже стандартный обычный пылесос, только для сухой уборки с контейнером на 3 литра. Есть телескопическая ручка. Имеет щелевую насадку, насадку для мебели, насадку для пола и ковра и гибкий шланг. Пылесборник емкостью 3 литра представляет собой контейнер. Это отличный выбор для экономных хозяек. То есть, для бюджетного варианта. Отличный пылесос за свои деньги. С достаточным количеством функционала, который есть. Уборку сухую производит. Фильтры сменные. Контейнерный сам пылесборник. И, соответственно, таким образом экономите на комплектующих. Вот такая пятерка пылесосов у нас получилась. Ссылки все будут в описании на данные пылесосы. Можно будет перейти на Яндекс.Маркет и ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Все о стиральных машинах и бытовой технике. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх. Обязательно подписывайтесь на канал. И всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok